здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители моего канала на протяжении почти 30-летней оккупации территорий азербайджана вооруженными силами армении совершались многочисленные акты гуманитарного экологического религиозного и культурного вандализма с освобождением оккупированных земель в результате 44-дневной войны стали обнаруживаться новые военные преступления совершенные во время оккупации азербайджанских территорий армянскими войсками из обнаруженных разрушений монументальных и мемориальных достопримечательностей были снесены мемориалы возведенные в память о погибших в великой отечественной войне 1941-1945 годов для страны которая прославляет своих нацистских пособников таких как гарегин жде и драстомат канаян действия по разрушению этих мемориалов еще больше оскорбляют память тех кто отдал свои жизни ради победы из обнаруженных разрушений монументальных и мемориальных достопримечательностей были снесены мемориалы в пяти районах азербайджана физулинском джабраильском губодлинском зангеланском и акдамском возведенным в память о погибших в великой отечественной войне 1941 1945 года из них три памятника были полностью разрушены физули губадлы акдам а в двух сохранились некоторые следы того что было раньше посмотрите на вандализм совершенными армянскими фашистами город физули и полностью разрушенный памятник погибшим в великой отечественной войне город губадлы полностью разрушенный памятник погибшим в великой отечественной войне город агдам полностью разрушенный памятник погибшим в великой отечественной войне город джабраил каменная надпись 1941 1945 единственный сохранившийся элемент памятника погибшим в великой отечественной войне город зангелан каменные скульптуры сохранившиеся от памятника погибшим в Великой Отечественной войне, а город Лачин – памятник погибшим в Великой Отечественной войне до и после оккупации. Слепки на памятнике были уничтожены. Мемориальный комплекс города Лачин был изменен до неузнаваемости. Память о Великой Отечественной войне была полностью стерта с памятника. Монументальный комплекс готовились посвятить переехавшим в город гражданам Сирии армянской национальности. Подобные разрушения оскорбительны не только для азербайджанского народа, но и для всех тех, кто сопротивлялся и боролся против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Более того, это также следует рассматривать, как еще один акт попытки уничтожить историю и культурное наследие Азербайджана на этих землях. За годы оккупации, разрушение культурных и религиозных достопримечательностей, а также переименование городов и изменение истории религиозных достопримечательностей, подтвердили намерение стереть азербайджанское наследие из территории региона. Данные действия были важным компонентом политики, проводимой на оккупированных территориях. Что уничтожение упомянутых памятников еще раз подтверждает. В то время как весь мир осуждает, пытается всячески подавить проявления нацизма и чтит память тех, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе против этой разрушительной идеологии. Армянские власти все еще возвышают ее пособников. Разрушенные и оскверненные памятники сослуживцам, с которыми их предки бог о бог сражались против общего врага, ничто иное как варварство. Кто будет требовать объяснений про подобный вандализм от Еревана? Ведь Армения не просто посягала на священную всем нам историю. Это что ни на есть фашистская страна, которая творит свои страшные деяния, получив опекунство России.